МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Приводят в порядок улицы, дворы, набережную, парки и скверы. В столице региона в рамках месячника по благоустройству проходит общегородской средник. Тестовые запуски городских фонтанов проведут 15 апреля. В Самаре продолжают подготовку гидротехнических объектов к летнему сезону. Въезд граждан в леса ограничат и проведут патрулирование территории. В Самарской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Узнать свой рост, вес, измерить артериальное давление и получить консультацию от врачей и жителей областного центра смогли на Самарской набережной. Здесь прошел день здоровья. К выходу на дороги большого города готовы. Сотрудники ГИБДД перед началом мотосезона провели профилактические беседы с мотоциклистами. Приводят в порядок улицы, дворы, набережную, парки и скверы. В Самаре в рамках месячника по благоустройству прошел общегородской средник. Город убирают тысячи людей. Сотрудники управляющих компаний, предприятий, организаций – активные жители. Принять участие в уборке могут все желающие. Необходимый инвентарь, мешки для мусора и перчатки можно получить в управляющих компаниях. Уборка идет ежедневно, но основной объем работы распределен по средам и субботам. Тему продолжит Светлана Тимофеева. В доме 53 по улице Фадеева Елена Борисова живет уже более 10 лет. Каждый год в апреле вместе с соседями она выходит убирать свой двор. У меня не безразличный внешний дом, в котором я живу. Мне нравится выходить на красивый полисадник смотреть. Я здесь живу 15 лет, также каждый год мы выходим здесь, работаем с соседями. Сегодня в промышленном районе на уборку территории вышли около 1800 человек. Это сотрудники управляющих компаний, предприятий и жители домов. Люди убирают мусор, прошлогоднюю листву, проводят санитарную обрезку деревьев. В местах проведения уборки работают самосвалы, погрузчики и техника, при помощи которой перерабатывают ветки. Опилки жители домов увозят на свои садовые участки. Горожане для уборки придомовых территорий могут получить необходимый инвентарь. У нас все адреса развешаны, где это выдается. То есть выдаются грабли, лопаты, мешки для мусора. Все желающие могут подойти на пункт удачи и выдадут инвентарь. Всего в промышленном районе организовано 42 пункта выдачи инвентаря. На сегодняшний день за граблями, мешками и перчатками в управляющие организации и администрацию района обратились около 400 жителей. Будем работать везде. И на общественных пространствах, парках, скверах, и на незакрепленных территориях. У нас специальный муниципальный контракт заключен на очистку незакрепленных территорий. Ну, будем школам, детсадам помогать по вывозу мусора. Но это обязательно. Сегодня генеральная уборка прошла и на бульваре по Осипенко. Сотрудники муниципального предприятия, спецремстрой Зеленхоз, проводили в порядок газоны, убирали листья и мусор, пылесосили тротуары. Такие работы сейчас идут во всех районах Самары. Во время месячника по благоустройству рабочие приведут в порядок 163 объекта. Это скверы, бульвары, площади и другие общественные территории. Ежедневно на этих работах занято порядка 150 человек. Объектов сделали много. Мы прочесываем газоны. После этого мы подметаем, моем, граффити закрашиваем. Детские площадки мы ремонтируем. Уже приступили к ремонту. Работаем мы без выходных. В выходные дни у нас обязательно есть дежурные на объектах, которые занимаются сбором мусора, случайного мусора, выборкой мусора из урн. Это в обязательном порядке. И зимой, и летом. Сквер на улице Осипенко был благоустроен в 2018 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, жители Самары сами решают, какие общественные пространства преобразятся в следующем году. С 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе пройдет всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. В голосовании примут участие 20 локаций. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События. Специалисты спецремстройзеленхоза готовят фонтаны к летнему сезону. В Самаре раньше обычного началась расконсервация гидротехнических сооружений после зимовки. Проводятся осмотры, чтобы оценить внешний вид и состояние систем, а также определить, какие нужно провести работы. Более 60% подготовительных процедур уже выполнено. Как организован процесс подготовки на одном из фонтанов, который находится на набережной и является одним из ярких и узнаваемых символов города в следующем материале. 620 форсунок нужно смонтировать для фонтана «Парус», расположенного на Ленинградском спуске. Его открыли к 400-летию города в 1986 году, поэтому его второе название – Самара. Специалисты спецремстройзеленхоза возвращают форсунки на место после зимнего хранения, полируют их и устанавливают на трубы, которые перед этим предварительно покрасили. Электрики возвращают на место светильники, а чтобы техника работала в воде исправно, проверяют герметичность дополнительной гидроизоляции. В теплый период года за работой фонтанов следят сотрудники муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз». Мы постоянно проводим обновления и ремонт светильников, поддерживаем все в рабочеспособном состоянии. Постоянно его красим, чистим, шкурим, чтобы фонтан выглядел достойно, чтобы он радовал жителей нашего города. В ходе подготовки повышенное внимание уделяют фонтанам, оснащенным светодинамическими элементами и музыкальным сопровождением. На таких объектах специалисты проверяют программное обеспечение, чтобы своевременно шло звуковое оформление, а струи меняли высоту, напор и цвет. Жители и гости Самары убеждены – без фонтанов представить летний город и, в частности, Самарскую набережную уже не могут, поэтому ждут, когда их запустят. Запуск фонтанов добавляет весеннего, такого летнего настроения, что, ну, наконец-то, с открытием фонтанов официально открывается весна в нашем городе. Поэтому ждем, конечно, да, с удовольствием будем приходить, гулять, смотреть, наслаждаться. Всего в этом году в городе будут работать 49 фонтанов, в том числе один на площади памяти, его сейчас восстанавливают. Профильным городским департаментом заключен муниципальный контракт, в рамках которого обеспечит содержание гидротехнических сооружений. Проверку оборудования после зимы проводят на каждом объекте. Меняют детали, если они повреждены, чистят, если загрязнились, монтируют навесные элементы. Также проверяют перед летней работой системы автополива. Их в городе с каждым годом становится больше за счет территорий, которые обновляются по нацпроекту «Жилье и городская среда». В первую очередь те скверы, где проводилась ремонтная работа в рамках программы «Комфортная городская среда», соответственно, все они берутся на содержание и дальше обслуживаются в рамках контракта, заключаемого в нашем департаменте. Тестовый запуск фонтанов планируется провести 15 апреля. Он позволит выявить недочеты работы самих гидротехнических сооружений и принять оперативные меры. Далее, если сохранится теплая погода, фонтаны заработают в полную силу, за исключением ремонтируемого фонтана возле здания архива. После завершения ремонта запустят и его. Радовать горожан фонтаны будут по 12-13 часов в сутки, начиная с 9 утра ежедневно. Но по понедельникам традиционно санитарный день. После очистки работ фонтанов будет возобновляться. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров, Игорь Казановский. События. Кран высотой из шестиэтажный дом разместился на площадке строительства в исторической части города. В зону метростроя его привезли для того, чтобы он помогал в выдаче грунта с проходки. Кран будет поднимать специальные емкости с породой. Ее по конвейеру будут доставлять из тоннеля, который в будущем начнет бурить тоннели-проходческий щит. Установка крана – еще одна веха в строительстве новой станции метро «Театральная». В исторической части города работа идет полным ходом. Специалисты закончили сборку тоннеля-проходческого комплекса. Продолжится пусконаладка. После проходчик начнет движение в сторону перекрестка улиц Полевой-Новосадовой. Установка преодолеет больше полутора километров под землей. Но перед стартом нужно оформить соответствующие документы, зарегистрировать объекты в Ростехнадзоре. За строительством новой станции пристально следят не только профильное министерство, заказчик и администрация Самары, но и общественники. Продолжает активно трудиться и на перекрестке улиц Полевой-Новосадовой. Здесь, в зоне метростроек, к середине апреля специалисты должны полностью подготовить стартовый котлован к приемке элементов второго тоннеля-проходческого комплекса и его монтажу. Идет бурение. Торцевую территорию готовят для того, чтобы в будущем разместить здесь автокран, который вновь доставят из Москвы. Подготовка необходима, чтобы переустроенные инженерные сети вынесли нагрузку и кран своим весом не повредил подземные инженерные коммуникации. Я считаю, что это очень важная цель, которую мы все-таки достигнем. Конечно, она предоставляет небольшое количество неудобств. Нужно будет потерпеть чуть-чуть, да, и после этого метро остается на всю жизнь для всех, для нас, для наших детей, для наших родственников. Это будет очень удобно. Это ускорит время приезда до нужной точки все-таки. Несмотря на то, что общественный транспорт двигается тоже согласно времени и расписанию, но, тем не менее, в метро нет светофоров, всегда все быстро, мобильно, очень удобно. Узнать свой рост, вес, измерить артериальное давление и получить консультацию от врачей и жителей областного центра смогли на Самарской набережной. Здесь можно было принять участие в акции, приуроченной ко Всемирному дню здоровья. Она прошла при поддержке администрации Самарского района и областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Подробности в репортаже Галины Топилиной. То, что нельзя купить, но можно поддержать и поправить. Сегодня у жителей и гостей города появилась возможность проверить свое здоровье и задать вопрос врачу во время прогулки по Самарской набережной в рамках акции «День здоровья». У палатки с медиками уже в первые минуты после старта акции стали собираться люди. Узнать состояние своего здоровья, всегда интересовался, хоть еще молод, но нужно заботиться о своем здоровье с самых ранних лет. Буду рад принять участие в этом мероприятии. Геннадий Пестровский признается, ходить по поликлиникам не любит, поэтому стремится вести правильный образ жизни и уделять особое внимание своему здоровью. Когда появилась возможность проконсультироваться со специалистами и задать вопросы здесь и сейчас, без регистратуры и больничных очередей, не задумываясь, согласился. Много о себе узнали, знаем, что делать дальше. Прогулялись и заодно получили полезные советы. Очень даже здорово. Акцию провели при поддержке администрации Самарского района и областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Врачи и волонтеры предлагали посетителям измерить рост, вес, артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, исследовать функциональное состояние легких, а также получить индивидуальные консультации о том, как вести здоровый образ жизни, вовремя и правильно оказывать первую помощь. Желающие могли научиться скандинавской ходьбе. Кроме того, вопросы можно было задать врачам-дерматологам, которые не случайно в этот жаркий день разместились в тени, в очередной раз напомнив пациентам о вреде продолжительного нахождения на открытом солнце без специальных средств защиты. Такие мероприятия во многом воспитывают культуру здоровья, и люди уже более осознанно понимают, зачем им потом пойти на диспансеризацию или на профилактический медицинский осмотр. Такая вот очень многоплановая акция. Часть услуг и советов люди получают прямо здесь, а главное, им напоминают о заботе о собственном здоровье, и они уже в дальнейшем, мы надеемся, продолжат сотрудничать с отраслью здравоохранения и следить за своим здоровьем осознанным. По словам организаторов, сегодняшняя акция дала старт серии аналогичных мероприятий, которые пройдут в Самарском районе в этом сезоне. Эти мероприятия проходят ежегодно. Сейчас хорошая погода наступила, начали цикл таких мероприятий. Так как все это снискало такую поддержку жителей, они будут продолжаться. Свои предложения о тематике новых акций и пожелания о том, каких специалистов стоит пригласить для консультаций, жители города могут направлять организаторам или в администрацию Самарского района. В Самарской области с 1 по 20 апреля действует особый противопожарный режим. В связи с этим выезд граждан в леса ограничен. На территориях, подверженных угрозе лесных пожаров, особенно в местах расположения массового отдыха, таких как садоводческие и дачные массивы, детские лагеря, санатории, турбазы, будет проводиться патрулирование. По мнению экспертов, в период теплых весенних дней вероятность возникновения пожароопасных ситуаций растет. Нередко причина пожаров – результат человеческой беспечности и неосторожности. Многие стремятся выехать за город, чтобы отдохнуть на природе или привести дачные участки в порядок после длительной зимы. Непотушенный до конца костер или небрежно брошенный окурок нередко становятся причинами возникновения крупных природных пожаров. Когда особый противопожарный режим не установлен, разрешено сжигать мусор, например, в металлических ем, в ямин, разрешено сжигать, в специальных каких-то местах, которые определяются органами местного самоуправления, те места, которые окопаны манилизованной полосой. Но когда вводится особый противопожарный режим, вводится строгий запрет на использование открытого огня. В Главном управлении МЧС России по Самарской области напоминают, если вы стали свидетелем лесного пожара, нужно попытаться потушить его самостоятельно. И если такая возможность есть, отправить кого-нибудь за помощью в ближайший населенный пункт или лесничество, вызвать пожарных и спасателей можно по единому номеру 01 с мобильного 101. Героям тоже нужен отдых. Мобилизованные осенью прошлого года бойцы из Самарской области продолжают пребывать домой в отпуск после полугодовой подготовки и прохождения службы в зоне специальной операции. У военных за плечами большое количество выполненных задач, боев с противником и множество историй о подвигах простых солдат. Но на родине их ждут родные и друзья. Исходя из соображений безопасности, герой нашего репортажа Сергей скрывает лицо. Однако мотивация и цель защитника понятны и без этого. О судьбе солдата материал Михаил Ермоленко. Шестилетняя Тася в припрыжку спешит домой из детского сада. Ее радость понятна. За ней пришел папа. Как и раньше, по знакомой тропинке они вместе возвращаются к семье. Родные говорят, ждали с нетерпением. В глазах у детей читается отец – настоящий герой-защитник. Кажется, что понимает это даже самый маленький член семьи. Вернуться в родной Чапаевск Сергею получилось почти на две недели раньше положенного срока. На самом деле я ужасно переживала. Я не знаю почему. Мне кажется, я так на свадьбу не переживала. Когда увидела, мне кажется, я в этот момент думала только о нем, больше ни о чем. Новость о скором отпуске стала неожиданной как для военнослужащего, так и для его супруги Веры. Не успели даже толком подготовиться к встрече, говорит Сергей. Она меня встретила. Когда увидел, я не знаю, я растерялся. Что делать? Подошли, обнялись. Потом жена уже повезла домой, увиделись с сыном. Сын тоже есть на эмоциях был. Защитника мобилизовали в сентябре. Когда получили повестку, узнали, что есть возможность остаться дома. Сергей, многодетный отец. Но ветеран второй чеченской компании не остался в стороне и решил помочь нашим ребятам в зоне специальной военной операции. И близких по духу на передовой действительно оказалось много. Три месяца длилось боевое слаживание. Затем группа отправилась на первое задание. Уже после таких было с десяток. Все ради одной цели – победы. Даже находясь вдали от дома, Сергей чувствовал поддержку близких. Периодически созванивался с супругой и поддерживал ее в ответ. Меня поддерживало то, что муж патриот и что победа будет за нами. Когда муж пришел, первый мой вопрос был, кто победит? Он сказал, что победим мы. По специальности Сергей – военный водитель. От смелости, умений и решимости этих людей зависит не меньше, чем от точности солдат штурмовых отрядов и квалификации артиллеристов. Как пояснил военнослужащий, в обязанности специалистов его профиля входит не только перевозка боеприпасов и людей. Плюс также пушки. То есть это наша непосредственная задача вывозить на позиции определенные, дает координаты этим пушкам их, притаскиваем на определенное место, они выполняют свою задачу. Ну и быстро по максимуму оттуда уехать. Защитник уверен, их дело правое. Если бы не мы первые, то значит могла война прийти к нам. А я не хочу, чтобы у меня дети жили в войне. Лучше этого агрессора задавить там. Скоро Сергей вновь вернется на службу. А пока что небольшая передышка в кругу близких людей, ради которых он самоотверженно вновь и вновь шел в бой. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События. Совсем скоро мотолюбители вновь станут полноправными участниками дорожного движения. Открытие официального сезона запланировано на 22 апреля. И пока мотоциклисты готовят своих железных коней к выходу на дороге большого города, сотрудники госавтоинспекции обсудили вопросы безопасности с представителями мотосообществ. Елена Чернявская расскажет подробнее. Мотоциклистов на улицах Самары стало больше, отмечают сотрудники ГАИ. Поэтому открытие сезона хороший повод напомнить им о правилах дорожного движения. В госавтоинспекции Самары прошла совместная встреча руководящего состава ГИБДД с представителями самарских мотосообществ. Некоторая категория мотоциклистов не отличается дисциплинированностью. И для них характерны вот такие нарушения, как эксплуатация мотоциклов незарегистрированных, в установленном порядке без рекзнаков, то есть без мотошлемов, соответственно, без документов на право управления. Многие из них допускают иные грубые нарушения, такие как выезд на полосу, встречное движение, то есть там, где выезд запрещен, превышение скоростного режима, ну и особое беспокойство вызывает у жителей эта повышенная шумность, которую издают некоторые мотоциклы. Участники встречи обсудили вопросы, возникающие при вождении двухколесного транспорта. Разговор шел о пренебрежительном отношении водителей к использованию мотошлемов и средств защиты, страхования и налогообложения, культуре общения между участниками дорожного движения. Руководители клубов заверили полицейских, что неосторожных мотоциклистов с каждым годом становится значительно меньше. Александр Фокин за рулем мотоцикла около 10 лет. Каждому мотосезону готовится, оформляет страховку и проводит инструктаж среди любителей клуба русские мотоциклисты. Мы приехали на эту встречу перед началом сезона обсудить технику безопасности дорожного движения, правила проведения колонны, ну и вообще в целом поведение как бы на будущий предстоящийся мотосезон. Мотоциклы все-таки средства передвижения не совсем безопасны. Поэтому эта встреча нужна. Я считаю, что перед каждым открытием сезона это необходимо. Представители мотосообществ, используя положительный пример соседних регионов, предложили создать плащадку для тренировки водителей двуколесного транспорта. Занятие для повышения уровня навыков управления мотоциклом предложили проводить на специально оборудованном треке. В завершении встречи полицейские отметили, что у сотрудников ГИБДД не стоит задачи как-то ограничить водителей мототранспорта в правах. Представители мотосообществ в свою очередь также открыты для совместного диалога. Кроме того, сотрудники ГИБДД обратили внимание на недопустимость нарушения покоя граждан в ночное время. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. Сегодня с заходом солнца евреи начнут отмечать Песах. В переводе с иврита слово означает «прошел». Имеется в виду библейский эпизод. Фараон отказался отпустить евреев и обрушилась кара – смерть первенцев в каждой семье. Но евреев это наказание не коснулось, то есть Бог прошел мимо. Праздновать Песах будут вплоть до 13 апреля. Сегодня еврейские семьи, дождавшись захода солнца, соберутся на ужин. На него приглашают также одиноких и неимущих. К празднику готовится особая еда. Во-первых, маца, пресные хлебцы их едят несколько раз на протяжении трапезы. Горькая зелень, марор, символизирует горечь египетского рабства. Ахрасет – смесь из тертых яблок, орехов и фиников. Символизирует глину, из которой евреи в этом рабстве делали кирпичи. Подают и обычные еврейские праздничные блюда, например, фаршированную рыбу. Классическая музыка в исполнении юных виртуозов. В Самарской филармонии прошел концерт «Рахманиновская весна», приуроченный ко дню рождения великого композитора Сергея Рахманинова. Коллективы и солисты детской центральной музыкальной школы исполнили выдающиеся произведения пианиста. Звуками музыки насладилась и Ксения Баканова. На каждое прикосновение струны отзываются певучие бархатиста. Благородное многоголосие виолончели неслучайно сравнивают с мужским баритоном. Инструмент не просто звучит, он будто разговаривает с залом. Владислав Тугашев в паре с пианисткой Ариной Сбитневой играют одно из произведений великого русского композитора Сергея Рахманинова. Работать вдвоем нелегко, признается музыкант. Приходится осваивать большую музыкальную палитру и сложные ритмические рисунки композиции. Их, мне кажется, тяжело играть с двух точек зрения. Это первое с ансамблевой и второе с музыкальной. Потому что Рахманин он как раз таки славится то, что там бесконечные линии. Как бы кажется, что вроде сейчас будет конец и опять снова, снова, снова. И очень важно во время исполнения не останавливаться, потому что, да, это получится как будто бы человек идет к чему-то, спотыкается, встает, спотыкается, спотыкается, и это немного не Рахманинов получается. Концерт «Рахманиновская весна» посвящен юбилею пианиста. Его знают во всем мире и называют русским гением. В 20 веке он считался одним из крупнейших виртуозов-исполнителей. Вечер организован Детской центральной музыкальной школой Самары при поддержке администрации города и Министерства культуры Самарской области. В этом году у нас вся страна празднует 150 лет со дня рождения великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Я считаю совести русской культуры и он столб русской культуры. Он вот истинно русский композитор. В музыке вы это услышите. В исполнении юных музыкантов прозвучали такие известные композиции, как «Светлый праздник», «Сирень», «Вокализ», «Элегия» и многие другие. Ксения Баканова, Сергей Баскин, «События». Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, граждане могут направлять обращения в государственные органы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в вопросах, голосованиях и общественных обсуждениях через платформу обратной связи. Основная функция платформы – быстрое решение актуальных проблем. Оставить свое обращение можно через форму на портале «Госуслуг» и через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». С 13 февраля начался прием заявок для участия в 15-м областном смотр-конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Самарской области, сообщает в телеграм-канале Самарского района. В смотр-конкурсе могут принимать участие организации, независимо от их организационно-правовых форм, видов экономической деятельности и штатной численности работников, а также городские округа и муниципальные районы региона. Участие бесплатное. Подробная информация о конкурсе, положении и форме заявки на сайте министерства по адресу труд.самрегион.ру Сегодня состояло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Красноглинского района. В ходе заседания комиссии было рассмотрено 18 протоколов об административных правонарушениях в отношении родителей. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию, защите прав и законных интересов несовершеннолетних. Данная санкция предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей. В отношении несовершеннолетних было рассмотрено 5 протоколов, говорится в телеграм-канале Красноглинского района. Члены молодежного парламента Кировского района в преддверии Дня Победы запланировали квиз «Маршалы Победы» на территории района среди школьников. В телеграм-канале Кировского района отмечают, данную инициативу вынесли на обсуждение на заседании молодежного парламента при Совете районных депутатов. Кроме подготовки ко Дню Победы, молодежь рассмотрела вопрос от Общественного совета микрорайона номер 18. Также ребята поделились подробностями своего участия в месячнике по благоустройству, который стартовал в Кировском районе. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин